Рязанская область достигла лучших результатов за 20 лет в борьбе с туберкулезом. Об этом объявили на пресс-конференции в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник 23 марта, накануне Всемирного дня борьбы с этим заболеванием. В частности, за последние пять лет заболеваемость снизилась на 33,7%, распространенность на 34%, смертность более чем в два раза. За последние 15 лет не было ни единого случая детской смертности. Также улучшились показатели по профилактическим осмотрам. Доля проходящих флюорографию приближается к нормативным 70%. А ведь именно семь из десяти больных выявляются именно при таком обследовании. Начальник отдела Министерства здравоохранения Рязанской области Татьяна Есенина подчеркнула, что основным учреждением в регионе, чья деятельность направлена на борьбу с туберкулезом, является областной клинический противотуберкулезный диспансер. Профобследование населения в области проводится с помощью 43 флюорографических установок, из них 40 цифровые. К сожалению, до сих пор далеко не все научились заботиться о своем здоровье. А ведь и делать прививки, и проходить ежегодное флюорографическое обследование не так уж и сложно. Туберкулез на ранних стадиях, он излечил, и есть возможность оказать медицинскую помощь. А на другую чашу, мизерная и эфемерный вред от этого исследования, то выводы разумный человек сделает. Но нам нужна еще и ваша помощь о необходимости проведения своевременного профилактического обследования. В настоящее время в области имеется 1051 больной туберкулезом. Наиболее неблагополучны по показателям заболеваемости территории Сараевского, Петелинского, Старожиловского и Кадамского районов. А десятая часть выявленных случаев туберкулеза в Рязанской области на счету мигрантов. Всемирный день борьбы с туберкулезом призван в том числе и привлечь внимание общества к этой социальной болезни, донести информацию о методах защиты от нее. Ведь несмотря на то, что сейчас картина заболеваемости в нашем регионе выглядит наилучшим образом, никогда не стоит забывать, что если предупрежден, значит вооружен. Мы не можем говорить только о том, что у нас все хорошо. Если мы только будем об этом говорить, то мы можем упустить важные вещи и ослабить свое внимание. А туберкулез этого никогда не прощает, и он может опять поднять голову.